Карачаево-Черкесия В 10-ю годовщину воссоединения Крыма и Севастополя к России Карачаево-Черкесия направила груз поддержки бойцам 34-й мотострелковой горной бригады, которые находятся сейчас в зоне СВО. В составе груза 9 тонн питьевой воды. Ее представил член Совета Федерации России Крым-Казаноков и 1 тонна продуктов, которые для наших военных передали жители городов и районов республики. С начала спецоперации региональное отделение партии «Единая Россия» на регулярной основе ведет работу по оказанию поддержки бойцам в обеспечении на передовой питьевой водой, техническими средствами оснащения, медикаментами, продуктами. На сегодняшний день в зону СВО отправлено около 900 тонн гуманитарного груза. «Спасибо огромное всем жителям нашей республики, которые участвуют в сборе этих грузов, депутатскому корпусу, правительству, всем неравнодушным предпринимателям, организациям, потому что это реально колоссальная помощь, это огромный объем работы, проделанный за весь этот период. И, конечно, это невозможно переоценить тот вклад, который наша республика вносит в поддержку наших ребят, которые сегодня находятся в зоне проведения специальной военной операции. Когда они приезжают сюда, мы с ними встречаемся, они все говорят о том, что для них очень важна эта помощь, которую они получают от нас, и она своевременная и необходимая, потому что то, что они получают, это действительно им нужно так». Военный комиссар Карачаева-Черкесии Сергей Белобородов представил сегодня мэру республиканской столицы Алексею Баскаеву комиссара города Черкеска полковника Андрея Хвостикова. Войнком выразил уверенность, что профессиональный опыт и личные качества Андрея Александровича станут основой успешной работы на ответственной должности, будут способствовать выполнению поставленных задач. В Карачаево-Черкесии начались весенние полевые работы. Первыми приступили аграрии Прикубанского и Адыгехабльского районов. В ближайшее время хозяйство планирует начать с севьерового ячменя. Основные пассивные площади уже сформированы. Главная задача – обеспечить кормами животноводство. Продовольственную безопасность традиционно составляют зерно и овощная группа. Аграрии уже закупили порядка 6 тысяч тонн удобрений. Это соответствует уровню прошлого года. Продолжается подготовка техники, средств защиты растений, топлива и семенного материала. Производство продукции и животноводства в республике показывает положительную динамику. Об этом сообщает Управление Федеральной службы государственной статистики по СКФО. Так, за январь 2024 года произведено около 5 тысяч тонн мяса и птицы. Это сравнительно больше, чем в прошлом году. Напомним ранее, глава Карачаева Черкесии Рашид Тимрезов отметил, что обеспечение продовольственной безопасности региона и всей страны – важная задача, которая стоит перед регионом. Также в своем послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин подчеркнул, что поддержка сельскохозяйственной отрасли обязательно будет продолжена, а объем производства российского АПК к 2030 году должен вырасти не менее чем на четверть. 2024 год объявлен в России годом семьи. В Карачаево-Черкесии немало семейных пар, которые прожили в браке более 50 лет. В поселке Метногорске у Рубского района семья Копыриных отметила бриллиантовую свадьбу – 60 лет совместной жизни. Счастливым продолжением семейной жизни стало рождение сыновей Андрея и Никиты. Они оба окончили Суворовское училище и стали военными. А для внуков семьи Копыриных бабушка с дедушкой стали примером большой любви один раз и на всю жизнь. Подробнее о юбилярах мы расскажем в наших информационных выпусках. Очень приятно видеть их такими молодыми, красивыми. Глаза у них горят и у Юрия Михайловича, и у Галины Ивановны. Как будто они встретились, как будто это только вчера. Ну, естественно, конечно, хотелось бы пожелать им прожить еще дольше. В Республиканской библиотеке имени Халимат Пайрамуковая прошла презентация библиографического справочника «Литературная Карачаева-Черкесия». В электронной книге собрана информация обо всех писателях и поэтах, чье творчество можно считать частью наследия народов нашего региона. На мероприятии побывала и наша съемочная группа. Подробности расскажет Артур Мхце. Основоположники национальных литератур, члены Союза писателей, люди, в чьих произведениях прослеживается наследие культуры и искусства народов Карачаева-Черкесии. Все это теперь собрано в электронном библиографическом справочнике, который был презентован в Республиканской библиотеке. Как сказал руководитель учреждения Салых Хабчаев, для создания антологии пришлось изучить огромное количество материала. Итоговый результат еще требует некоторой доработки. Однако стоит учесть, что ранее в Республике ничего подобного не имелось. И предстоящие в нынешнем году мероприятия помогут собрать еще больше информации. Говоря об этой книге, презентуемой книге, я хочу сказать, что в течение года мы будем работать с известными писателями, людьми Карачаева-Черкесии, поэтами, композиторами, художниками, известными людьми Карачаева-Черкесии, отмечать их юбилейные даты. Глоток свежего воздуха именно в сфере поэзии, в сфере искусства. Это очень важно. И сегодня то, что вы оставляете такое наследие, это огромная вам благодарность. В электронной книге собрана информация о 400 творческих представителях народов Карачаева-Черкесии, чьи произведения считаются национальным достоянием. О важности сбора и сохранения данных говорили все участники мероприятия. Нашим читателям запомнились встречи с Лилой Абубикировной-Бикизовой, Назиром Ахеевичем Хубиевым, Валерием Сиперовичем Казаковым, Владимиром Петровичем Романенко. Ну, роль национальной литературы всегда очень велика. Это каждый народ гордится своими писателями, поэтами, стремится сохранить, через литературу сохранить язык. И вообще все духовное наследие народа именно в основном сохраняется в книгах. Люди, информация о которых размещена в антологии, оставили след в различных видах искусства. Впоследствии их произведения легли в основу театральных постановок, песен, картин художников. Возможно, когда вся имеющаяся информация будет окончательно систематизирована, свет увидит и печатное издание литературного справочника. Артур Мхце, Асан Найманов, Миха Каракелян, Вести, Карачаев, Черкесия. В поселке Новый Карачай для избирателей в дни выборов организовали разговения для тех, кто держит пост священный для всех мусульман месяц Рамазан. Для жителей устроили праздничный концерт с участием артистов отдела культуры Карачаевского района. Наша задача сделать этот день для всех наших граждан настоящим праздником, а для тех, кто постится в этот священный месяц, мы организовали угощение, отмечают представители администрации поселка Новый Карачай. Сами избиратели признаются, что такое мероприятие позволяет ощутить, что мы все едины и принимаем активное участие в жизни нашей страны. Многие современные молодые мамы стараются как можно быстрее перевести младенцев на искусственное питание. Большинство врачей убеждены, что аналогов материнскому молоку нет. Входящий в его состав таурин просто нереально воспроизвести искусственно, а дети, получающие материнское молоко, растут быстрее и активнее своих сверстников. Об этом в беседе нашего корреспондента Мадины Каракетовой с заведующим отделением патологии новорожденных Республиканского перинатального центра Фатимой Хубиевой. А я с вами прощаюсь. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok